приветствую всех комрады прежде всего хочется сказать что вот этот light с вариантом к такого конфига большим царом место рпс и паук он нанес столько же дамага и иногда больше чем какой-либо чем некоторые штурмовые летяжи то есть я фактически экспериментально поставил на него пиписиху для того чтобы как бы крутиться вокруг на самом деле ой пиписиху говорю большой пульсар на самом деле стоило поставить конечно пиписиху хоть и нагрев есть и отстреливать там части противника нагрев тут позволяет точнее отсутствие нагрева позволяет значительно долго стрелять по противнику плюс довольно значительный урон и неплохое расстояние конечно паук это не тот мех который может уничтожить противника он больше рассчитан для того чтобы проводить разведку проводить разведку а также точным ударами отвлекать противника ой кто-то разговаривает но значение этого меха все-таки бесценно во первых он может довольно таки высоко прыгать если есть конфигурация паука которая позволяет чуть ли не на метров 200 наверно прыгнуть высоту если развить все прыжковые двигатели но суть не в этом заключается посмотрите мы сейчас довольно таки пытаемся оказать воздействие на противника то чтобы войти его у меня эцм модуль здесь находится то есть мы прикрываем друг друга эцемкой проводим разведку посмотрим по противнику конечно долго думал насчет пиписихи но впоследствии конечно пиписиху суда когда будем ставить когда не будем я считаю что должны уметь пользоваться любым оружием на любом мехе это все конечно скилл не малое значение имеет количество боев на мехе который вы будете которым вы будете воевать так ну если я здесь конечно поставил большой пульсара меня уже не нужен прицельный модуль ведь я тут стрельнул откатился назад стрельнул причем пиписиха можно вполне промахнуться большим пульсаром можно довернуть по противнику и время тем более его позволяет оказывать по противнику значительное воздействие по времени то есть я впервые беспрерывно стреляю из-за чего я решил использовать во вторых по мне противник старается вот смотрите противник старается конечно стрелять по мне я единственное что хочу сказать одна большая ошибка что я остановился на месте мне подстрелили ногу но то вы в процессе увидите то есть я там стоял кого-то сзади пилил пульсаром в отличие от пиписихи не делать такого громкого эффекта типа звука разрыва там и так далее тихую там пилит и противника с обычного не замечает ничего я в принципе поставил вот скорость у меня тут ты не такой уж маленькая конечно масса вот этого вооружения на играть большую роль здесь ведь ошибка что я остановился на месте но я попытался кружить по вокруг меха и в первую очередь я ему захожу в спину ну нет у меня возможности вот смотрите я кружу его нет у меня возможности использовать эти методы все мешают ты я кстати своим тоже мешает неплохо вот здесь я застыл сейчас ногу не отрубят нет у меня возможности использовать здесь более тяжелое вооружение по-моему у них слотов видите ногу опилили практически у него слотов очень мало под энергетическое вооружение так что это вам не не то короче то есть мы не можем использовать поставить 6 там пульсовых маленьких лазере вот но эти все равно пытаемся что-то с противником сделать либо пиписиху стоять подстреливать раздражать противника кстати ногу мне так и не отпилил я стараюсь прятаться за камни вот то есть играю вот ну вот сейчас немного чуть ли не разворотили свои же играю вот брони хотя я держусь на грани от какой я буду я не могу играть если это light крутимся вертимся заходим противника в тыл отвлекаем поддерживаем все-таки один пульсовой лазер это тоже некоторое значение имеет для наших то есть я как поддержка переносной лазерный сказать модуль так наши еще там кого-то равенчика скажем так пульсовым намного точнее стрелять эти он дома большой наносит перегрева меня вообще нету распилить меха мы можем ведь и точно точно стреляя корпус там еще куда-нибудь сейчас пытаемся подержать наших нашего точнее начало разберу и просто напросто вот выбрал мех который большей степени подвержен разрушение просто его пилим и тут наши мешаются и самое главное я все мешаюсь то есть под урон попадает так далее главное выжить главное взять какой-то дамаг сделать как хоть какой-то дамаг единственное конечно я очень уязвим противнику вот это вот преимущество допустим пульсового лазера в ближнем бою она отсутствует дело в том что меня могут с одного двух выстрелов разобрать поэтому я мечусь по карте ведь поставил писяху стрельнул откатился назад сразу же перегрев там но зато точный удар полу торса пили либо еще что-то на меня даже внимание обращает ну и хрен там лазит этот с пульсовым лазером но я по крайней мере непрерывно стараюсь стрелять по противнику тут конечно под c20 попал бы просто вовремя успел катиться и отлег противника это тоже немаловажно вот пожалуйста три ларджи лазера у противника это у него значит бурники вообще никакой нет вот да на такого маленького меха поставили столько этих столько вооружения так вот крутимся меня кто-то там зафокусил уже мы выйти поднялись вперед вот он вражеский мех сейчас если получится мы его выцелим руку и ногу там вот кого-то там забрал забрали уже видите он с пиписихой у меня все есть шанс его раздавить то что у меня нагрева нету он довольно-таки часто будет и тем более я могу в козе против него воевать а мне еще ногу убили сейчас он убежит сторонку и мне просто хана будет я успел прикрыться ногой так сказать убили да убили меня ничего страшного повоевали ну в дальнейшем конечно полки в игре все время пропадали вот проигрыш видите команды но настроялся равно неплохо 300 с чем-то это для лайта это довольно таки нормально если вы участвовали в ближнем бою я особенно нечем было воевать спасибо смотрели всего вам доброго